Здравствуйте, это радио Свободная Европа в Молдове. Меня зовут Иван Свяченко. Мы продолжаем проект Айтиностальгия. У нас сегодня в гостях Тата Гудмахер, историк, публицист, искусствовед. Здравствуйте. Да, во-первых, большое спасибо, что пригласили. Во-вторых, я просто счастлива, как это теперь называется, закрыть гештальт. В чем был? У меня когда-то был молодой человек из Кишинева, и вот наконец я знаю, откуда он. Просто здесь не ужас-ужас, как все говорят, кто здесь не был, а кто здесь не бывал. Прекрасный город, живой, какие-то архитектурные памятники где-то спрятаны. Вот тюрьма меня очень вдохновила, я завтра специально туда пойду с утра посмотреть. Первое впечатление прекрасное. Правда, не считая встречи в аэропорту, поскольку я едва ли не оказалась по ту сторону границы. Хотели не пустить? Пограничник очень не заинтересовался моим паспортом, он ему как-то вдохновил, понравился внешний или внутренний вид, он его унес и ушел. А потом, когда вернулся, то я просто почувствовала себя, пардон, как на родине, имея в виду митрополию. С какой целью? Я, воробей стрелянный, говорю, туризм, мало ли. Давно ли вы, зачем? Очень строго меня опросили. Я повторяю, такое было полное дежавю, когда вроде бы едешь в свободную и не социалистическую республику и не автономную, а действительно автономную. А тут вдруг такое. Хотя я прекрасно понимаю, люди с... У меня паспорт российский, люди с российским паспортом, они, конечно, вызывают ужас у многих сейчас по миру. Этим гордиться, наверное, как бы так. Уже поздно, не своевременно гордиться. Это не предмет гордости. Как вам наши люди? И, в частности, к чему я веду, ностальгируют наши люди, по вашему мнению, или нет? У меня, к сожалению, пока референтная группа, вам очень хорошо известны, это сотрудники канала. И буквально вот пара человек меня приятно поразили, из тех, кто был сегодня на встрече, своей вовлеченностью, так сказать, в настоящее время. В остальном же признаться, вот такой резонанс во всем остальном большом мире, он не очень большой, и совершенно люди не понимают, что здесь происходит. Ни москвичи, ни немцы. Сейчас собираюсь сюда к вам приезжать. Я, разумеется, задала вопрос разным знакомым, а как там? Чего ждать, к чему готовиться? Что там? Все сказали, не знаю. Приедешь, расскажешь. Так что я с интересом впитываю. С интересом впитываю. Но, впрочем, первое впечатление равно, к сожалению, впечатлению, которое возникает после чтения учебника, несуществующего, надо сказать, пока еще, что это, в общем, полностью разделенный мир и, наверное, максимальный раздрай, где еще такой есть. Даже в Украине, может быть, в чем-то больше повезло, потому что там более понятный конфликт идет, то есть военная ситуация, ситуация войны. А здесь, ну, исходя из исторических предпосылок, все так, как оно есть. И, в общем, не позавидуешь, конечно. У нас тоже был конфликт, но давно. Ну, это как гангренозная нога, которую и не пришить, и не отрезать. Наш президент активно выступает за стратегическое партнерство, восстановление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Он прав, не прав? Бывает партнерство личного порядка, да, бывает государственное. Надо понять, что он имеет в виду. Я думаю, личное. Тогда это его право выбирать или не выбирать. Но в соответствии со своей должностью, что у вас парламентская республика, насколько я понимаю, здесь президент это не настолько решающая величина, как это, скажем, в России имеет место. Потому что, поскольку это не затрагивает интересы государства, он может с ним хоть каждый день в баню ходить. А что касается глобального и государственной политики, то, наверное, если желаешь отделиться от своих бывших колонизаторов, не будем освободителей называть их ложным именем, то, наверное, имело бы смысл дружить с кем-нибудь еще или, например, разобраться в себе. То есть на государственном уровне действительно попахивает или стокгольмским синдромом, ну или действительно банально личной выгодой. Ну, электорат большой. Есть люди, кто голосует. Вы имеете в виду, кто готов поддерживать пророссийскую политику? Это неизбежно, я говорю, в результате вашего положения между Западом и Востоком, в результате активной пропаганды и с той, и с другой стороны. Я думаю, что это совершенно нормально. Я позволю себе предположить, вы, наверное, процентное соотношение знаете, процентов 20-30 прорусских, пророссийских. Ну, около того, да. Ну, в общем, процент довольно серьезный, который надо учитывать. Единственное, что я могу сказать осторожно, поскольку у меня очень приблизительное мнение. Кстати, в данном случае, может быть, его приблизительность имеет смысл. Когда я пыталась сейчас на скорую руку понять, что здесь происходит, какова ситуация в настоящий момент, я поняла, что практически нет источников по-русски. Все-таки румынский – это не тот язык, на котором можно читать так вот легко, как, скажем так, на итальянском, французском или на каком-то еще другом. А ведь как раз с этим электоратом он, очевидно, должен противиться румынскому. Следует беседовать на русском языке, если хочется его понять. Не знаю, что тут еще добавить. Могу только принести искреннее соболезнование по поводу того, что все непросто. Но, с другой стороны, когда вода грязная, чтобы ее очистить, ее надо поделить на фракции. И пока она не разобьется на четко понятные фракции, ты за кого? Сейчас времена такие. С одной стороны, это очень русская позиция. Как говорили мне многие немцы, как только куда-то приходит человек, говорящий по-русски, он первым делом выясняет, где наши. Где наши, а где не наши. Это наши или это не наши. Мы когда-то возили с моим педагогом студентов в Константинополь, в Стамбул. И меня поразили эти прекрасные, хорошо воспитанные, грамотные девочки, византинистки, которые говорили, ну вот здесь стояли наши. Ну какие же они наши, ваши, и вообще не надо. Тысяча лет прошла. Ну, в общем, да. Это, надо сказать, было еще до Крымнаша. И, в общем, я уже тогда подумала, что, ну, в общем, Константинопольнаша. Я помню, мы тогда пошутили между собой, что если вот оно такое наше, это 2000 какой-то, первый или второй год, мне кажется, могу ошибаться. Я подумала, надо же, какая мощная интенция. Так, глядишь, и Константинополь возьмутся отвоевывать. И мне тогда казалось, что мы остроумно шутим. Сейчас уже так не кажется. Я уже боюсь повторять эту шутку. Может быть, сейчас тоже зря это делаю. Но, опять же, заканчивая мысль, для того, чтобы разделиться, нужно разделиться, для того, чтобы понять, кто по какую сторону. Собственно, слово полемика, да, от греческого слова, обозначающего войну. То есть надо четко понять, кто за кого, кто на чьей стороне. Тогда будет понятнее, что с будущим. Вы говорите, что Россия стремится в фашизм. Это так? Где я это говорю? Я могу вас процитировать дословно. В интернете, как вы понимаете, как я готовился к программе. Мысичумные. Внутри государства, которое с огромной скоростью двигается в сторону развитого фашизма. Ну, я бы сейчас сказала, что мы уже практически приехали. Вы хотите ответа на какой именно вопрос сейчас? Россия идет в сторону фашизма. То есть вы хотите, чтобы я подтвердила, согласна ли я с этим высказыванием? Да, я по-прежнему согласна. И да, к сожалению. Я могу цитировать Умберто Эка или еще что-нибудь. Все, собственно, ничего нового не скажу. Могу процитировать еще проще. Могу процитировать Оруэлла. Фашизм – это когда некоторые животные более равны, чем другие. Этим все сказано. Ну, это же в любом государстве примерно так. Нет, далеко не в любом. Почему? Официальная точка зрения может быть такой только в России. Ну, в Израиле еще может быть. В общем, больше нигде такого нет. То есть в Европе стыдно так себя вести. Даже если кто-то так думает, он будет стыдиться, так говорить. Так же, как вся Германия сейчас потешается над право популистской партии, альтернативой для Германии. Потому что это непристойно так себя вести. Для человека приличного так не делают. Это как, не знаю, высморкаться посреди концертной сцены. Просто это некрасиво. Так не делают. У них есть электорат, за них голосуют. Они получают места в парламенте. Да. И популярность их растет. Это же тоже нельзя не заметить. Я уж не говорю про некие поползновения в Польше, в Венгрии. Ну, ситуация во всем мире не самая радужная, скажем так. Радужная в таком старинном смысле этого слова. Потому что правые силы много где берут вверх. Не просто появляются, а активно проявляются. То есть мы видим активную деградацию, деволюцию, не знаю, в той же Польше. Или там где-то чуть более осторожными шагами. Не знаю, в Чехии. То есть везде эти ростки видны. Это же реакция всегда на что-то. Это неуверенность в завтрашнем дне? Или политики настолько глупы, что не могут предложить некую достойную альтернативу, цивилизованную альтернативу? Ну, альтернатива фашизму. Ситуация... Я не очень хочу выступать в роли эксперта-политолога, потому что здесь почва очень зыбкая. Но, скажем так, ситуация в Европах разных принципиально отличается от той же ситуации в России. Потому что если европейские страны, они как бы проехали демократию, и она перестает работать так, как нужно, а новый язык, новая форма взаимодействия, ну, скажем, управляющего аппаратом условно и народа, она еще не возникла, ее нет. Россия еще не доехала до демократии. Так что в данном случае в России это только внешнее, может быть, какое-то сходство. И потом одно дело, когда... Ну, я буду говорить про Германию, которую я чуть лучше понимаю. Одно дело, когда... Когда это какая-то маргинальная партия, или пусть даже не маргинальная, но партия, которая имеет право на существование, свободу слова как-никак, и взгляды которой абсолютно не равны государственной идеологии, это нормально, это годится. Другое дело, когда идея транслируется на уровне публичных слов, типа подхрюкивать и так далее. Тогда это уже совсем другой вариант. И мне кажется, сравнивать здесь не очень удобно. Но я думаю, как отчасти историк, как человек, который все-таки периодически наблюдает длинные периоды развития человечества, здесь работает нормальная качель. Реакция на глобализм должна быть обратной тоже время от времени, в одну сторону, в другую сторону. Сначала да, я со всеми, потом а кто же я? Поскольку все варятся в одном и том же компоте в интернете, и есть ощущение, что до любой Америки, Парижа, Москвы рукой подать. А на самом деле в этот момент хочется выяснить, а чем мы отличаемся, когда мы нащупали общие точки соприкосновения, это совершенно нормально. А что касается России, то здесь совершенно другая мифология и совершенно другие предпосылки. Если Европа вся целиком, включая Евросоюз, она же никогда не была Европой в своем нынешнем виде. То есть когда-то была, все всегда восстанавливали Великую Римскую империю. Но Европа последних лет – это не империя, а Россия – это все-таки империя, которая боится утратить свое могущество и все равно его утрачивает. Постепенно отпадают большие куски, все больше и больше. И с точки зрения российского правительства, очевидно, это такой превентивный, единственно возможный шаг. Пытаться объяснить, что здесь лучше всего, мы лучше всех, идите к нам, давайте за нас. Хочется собрать народы, собрать и пости. Не знаю, я, наверное, все равно не совсем отвечаю на ваш вопрос, но я, пожалуй, точнее не могла бы на него ответить. А какой диагноз вы поставите ресторинизацией, которую мы наблюдаем в России? Вот недалеко, как вчера, было 66 лет со дня смерти Сталина в Москве, на Красной площади состояла сакция «Две гвоздики для товарища Сталина». 66 лет прошло, архивы открыты, и люди идут и приносят ему цветы. Что это, доктор, такое? Они же умеют читать? Ну, ответ очень простой, могу подробно. Во-первых, это, очевидно, означает, что Сталин не умер. Ну, вот помните ситуацию с запретом фильма «Смерть Сталина в России», да? Ему не могли позволить помереть даже на уровне фильма. Во-вторых, очевидно, даже если умер, как, скажем, ведь его вспомнили 5-го числа все, и те, кто принёс ему гвоздички, и те, кто, условно говоря, чувствуя себя силами прогресса, на Фейсбуке написал «Усатый сдох», да, ещё раз. Но это как воскресенье Христа можно упоминать каждый год, да, или Рождество. Вы вспомнили про Кофееву. Вот. Да. Про Кофееву можно упоминать. А если мы упоминаем его, это что такое? У меня одна аналогия в голову приходит. Так радоваться смерти начальника лагеря могут только те, кто находится внутри этого лагеря, но не снаружи. Человек, который снаружи лагеря, у него есть дела поважнее. Ему надо строить новую хату и так далее. Так что это совершенно отчётливо показывает, что Россия, что русскоязычный мир, он ещё полностью там. Причём я сейчас говорю далеко не только о тех, кто принёс цветочки. Это совершенно другие люди. И это печально, это страшнее. И это означает, что режим длится. Кстати, вы начали ваш вопрос со слов архивы ведь открыты. Не так, чтобы они были совсем открыты. Они вроде и не закрыты, но и не открыты. Вот сейчас очередной раз, совсем недавно, незадолго до Крыма, в марте 2014 года, очередной раз продлён срок секретности на ещё 40 лет. На то, что якобы связано с работой органов. А там всё связано с работой органов. И это законодательное положение можно тянуть куда угодно. Не говоря уже о том, что для проведения в жизнь каких-то идей никто там давно не нуждается в законах. Так сказать, закон, что дышло. Это всегда было на Руси возможно. Кстати говоря, если говорить о проекте «Бессмертный барак», то получилась ведь такая вещь, что нам пришлось заниматься борьбой. И не то, что даже борьбой, как-то таким словом странно назвать. И с фальсификацией истории. И люди же присылают разгневанные письма, фотографии. Посмотрите, у нас поставили памятник Сталину. Ой, посмотрите, вот у нас его уже краской облили. Ой, а мы боролись, а его всё равно поставили. И так далее. Людям некуда пойти, они приходят сюда и здесь говорят. Мы все по мере сил, кто как-то пытается участвовать в создании этого будущего, которое всё никак не наступит. Настоящее-то не наступит, всё прошлое и прошлое. Разумеется, это невероятно беспокоящая вещь. То, что это действительно в памяти народной. Это не так, как раньше. Раньше ведь стыдились. Это не пропаганда, да? Это в матрице некая народная сидит. Ну вот смотрите, что такое пропаганда. Это и да, и нет. И пропаганда, и не пропаганда. Возвращаясь к слову фашизм, переназовём его словом нацизм. В Германии была, извините, денацификация. Что это такое? Это программа на государственном уровне, которая работает до сих пор. Уже умерли все те дедушки, которые были детьми во время Третьего рейха, причём маленькими детьми. Уже их внуки сейчас изучают это всё в школе, но они по-прежнему изучают. Это будет не только на уроках истории. Это будет и по литературе, это будет по какой-нибудь условной социологии. Это будет тогда, когда их будут учить вести дебаты. То есть эта тема по-прежнему активна. Посмотрите, как нельзя себя вести. Посмотрите, как нельзя поступать. В России же не было десталинизации. Это как, ну не знаю, какая-нибудь плесень, которая будет расти, пока ты её... Ну то есть с этим что-то надо делать. И потом, ну повторяю, первое, что нужно сделать для того, чтобы начать говорить о возможности десталинизации, надо с прошлым расстаться. Для того, чтобы расстаться, надо его увидеть. Для того, чтобы его увидеть, архивы действительно должны быть открыты. Немцы кинулись первым делом, когда Восточная Германия освободилась, с первым делом кинулись в архив. А работники органов, которые сидели там внутри штазе, кинулись сжечь. Потому что если мы наше прошлое не можем сохранить, мы его хотя бы сожжём. Тогда его нельзя будет уничтожить. И всё-таки не вышло. У нас-то этой ситуации нет. Повторяю, формально архивы открыты, но попробуйте что-нибудь получить. Украина открыла, а Молдова всё никак не решилась. Попробуйте открыть. Тоже формально открыто. Но надо доказывать, что ты родственник. Или надо долго с ними переписываться. И могут запретить фотографировать. Надо будет что-то переписывать. Или просто не допустить по непонятным причинам. Плюс человек должен быть реабилитирован. А реабилитированы, как вы понимаете, далеко не все. Это тоже отдельная тема для разговора. Так что здесь пока что даже надежды её не видно. На мой взгляд, совсем. То есть для того, чтобы что-то произошло, нужна смена режима. А поскольку этот нынешний, он явно защищает сталинский, чувствуя себя наследником, День Чекиста официально празднуется. Это же было немыслимо в советскую эпоху. Всё-таки в советское время соблюдались какие-то конвенанции. Опять же, это было неприлично. Снимались фильмы про условного Штирлица. Но это чистая мифологизация. Но вот так, чтобы в открытую, такого не было. И я даже не знаю, ну вот скажем, если рассуждать о том, что сделал... Ну, во главе государства стоит чекист с хорошим таким стажем. Он бы мог, очевидно, публично раскаяться или что-то. Но, как говорится, чекистами можно стать чекистом, но нельзя перестать им быть, очевидно. Что может поменяться и что для этого нужно? Они же не случайно заботятся о том, чтобы архивы по-прежнему оставались недоступными или по большей части недоступными. Потому что не хочется открывать своё прошлое. То есть у них происходит полная самоидентификация вот с этими, с НКВДшниками. А вовсе не... То есть нам это не кажется. Потому что это равна поведение власти в России. Оно сейчас абсолютно саморазоблачительно. Потому что, коль скоро они не дают заглянуть всюду историкам и просто людям, можно предположить, что это тот же клан. То есть это очевидно. Вообще даже вопроса нет. Так что я не знаю, где тут надежда прячется. Некоторая надежда вот тут, бессмертного барака, возможно, появляется у вас на сайте миллион семьсот тысяч извращенных имён. Такая цифра фигурирует. Это много или мало? Или на самом деле ещё копать и копать? Понимаете, именно постольку. Поскольку нет всей базы данных. Организация существует, органы внутренних дел. Вы же знаете, у вас точно такая же преемственность. Очевидно, здесь. Именно поэтому посчитать мы до конца не можем. На эту тему историк Зубов тоже много говорил. Точной цифры не знает никто. И не узнает, покуда не будет всё везде доступно. Это и Молдова тоже, и Украина тоже, и многое-многое другое. Тут с бессмертным бараком происходит, на мой взгляд, прекрасная совершенно вещь. Если гора не идёт к Магомету, то люди это сделают сами. Горизонтальное такое движение. Люди сами возвращают эти имена. Люди сами пытаются воссоздать и вернуть свою историю. Потому что нет никакой общей истории, есть история частная. Это понятно для человека. Это я, это моя семья. Это бабушка. А почему про вот этого дядю не говорили? Или про дедушку? А потому что враг народа. А что такое враг народа? И люди пытаются воссоздать вот этот архив, которого нету в доступности. В какой-то момент разные люди, историки в том числе, говорили, ну что же вы позволяете людям публиковать всё, что угодно. Ведь надо же как-то контролировать. А здесь как раз другая ситуация. Контролировать ничего не надо. Это естественный процесс. Как Википедия постепенно вычищает из тебя все ошибки. Да, не все. Да, некоторые подолгу висят. Но в конце концов, просто чисто математически, это должно прийти к какому-то... Во всяком случае, сразу стал понятен масштаб огромный. Потому что буквально 2015 год, май, Победобесия одно из первых таких серьёзных. Ну как, видимо, отчасти реакция на... Ну не реакция, а отработка убийства Немцова. То есть активное что-то такое происходит, как пропагандистская акция. Очень муссируется День Победы, 9 мая. И оно же возникло, оно же из воздуха просто... Как концентрат образовалось, само собой. Это сразу несколько людей написали. Да, пост Андрея Десницкого прочитали самые разные люди, и дальше уже пошёл хэштег совсем широко. Но я сама лично где-то комментировала примерно такими же словами. Потому что сколько можно бессмертный полк, бессмертный полк. Посмотрите, вся страна сидела. Кто не сидел, тот ждал сидельцев, кто не ждал, тех убили и так далее. Ну и другие охраняли. И те же, кто тот же бессмертный полк, возвращаясь, иногда присоединился к бараку. И довольно часто, что делали с военнопленными. И ровно так же, как бессмертный барак, он отчасти получилось, что получилось, конечно, больше, чем, казалось, выйдет поначалу. Казалось, что это просто место, памятник реальных историй, где они будут собраны. Такая антология, гигантская антология. Потом оказалось, что люди туда приходят поговорить, поделиться. Они как-то знакомятся, встречаются. Вдруг публикуется какая-то история. Вдруг оказывается, что кто-то кого-то знает. Ой, кто-то с кем-то еще знакомится. Кто-то кого-то вспомнил, нашел своих. Люди беседуют. Люди приходят со своими проблемами. Вот, как я только что говорила, памятник Сталину, еще что-то. Ой, а мне не дают это дело. А как достать дело родственника какого-то? Приходится заниматься и просвещением тоже. Потому что, и надо сказать, что публика, я смотрю на реакцию, вот уже третий год, публика, конечно, растет потихонечку. И, ну, учение свет, это работает. Чем больше знаешь, тем лучше понимаешь, что происходит. То есть, если, когда мы первый раз опубликовали материалы, где... Это просто документ о том, что инвентарь из концлагеря европейского перевозится в российский. Ну, может же пригодиться. Люди же просто не поверили, и кто-то думал про фальшивку и так далее. Теперь люди это уже понимают. Уже никто... То есть, все равно находятся оголтелые, но люди не встают на дыбы сразу, когда им объясняют, что, возможно, советская освободительная армия не так... Не только освободительная армия была, и далеко не только. И что, так сказать, это ровно такая же колонизаторская политика, которая сначала прокатилась в одну сторону, да, со стороны Гитлера, который двигался в ту сторону, а потом так получилось. Ну, Сталину просто больше повезло, да, что и колонизировали остальных, так сказать, в другую сторону. Но Сталин от своего добился, он действительно выиграл войну. Они делили сферы влияния, и в итоге у Сталина все получилось, все хорошо. Он, правда, выиграл ту самую войну, которую собирался. Потому что, ну, то есть, возможно, ему досталось бы еще больше, но получилось очень хорошо, учитывая весь соцлагерь, вообще все было здорово. И я повторяю, если люди в какой-то момент, года три назад, пугались таких вещей, это же совсем не похоже на то, что было в учебнике истории. Там Виктора Суворова еще никто не читал. То сейчас они уже понимают, что это такое, что там были два равноценных тирана. Люди начинают понимать. То есть, работает просвещение тогда вот таким образом, ну, снизу, да, если угодно. Но помимо просвещения есть еще и сила смеха. Расскажите, пожалуйста, про Петра Алексеевича Чижикова. Петр Алексеевич Чижиков. Вот вообще мало кто подозревает. Петр Алексеевич Чижиков – это, на самом деле, реальный совершенно персонаж, который был знаком с юным тогда еще борцом за справедливость Джугашвили. У них, возможно, была то ли общая подруга, то ли любовница. До конца непонятно по документам не установить. Некая, забыла, Акулина. Акулина, кажется. И в какой-то момент по документам Петра Алексеевича Чижикова Сталин решил смотаться на пару дней в Петербург. И чисто теоретически, если подумать, то могло бы быть так, что это имя осталось бы в качестве несущего псевдонима. И как-то в компании историков мы на эту тему шутили. Действительно, очень смешно, что было бы. Соколы Чижикова, юные чижиковцы, умер товарищ Чижиков. И понятно, что здесь, строго говоря, смешного-то вообще-то очень мало. Человек может привыкнуть и начать молиться на любое буквосочетание, на любое звукосочетание. Знамя Чижикова. Выше держите знамя Чижикова. Чижиков из Кремля думает о тебе. Что тоже нормально, тоже привыкли бы. Это не так трудно. Ужас в том, что вот сейчас, 2019 год, после того, как мы опубликовали забавный этот текст, я, собственно, сама его и писала, с картинкой, где на мавзолее написано Чижиков, мы получили в почту несколько возмущённых писем о том, что мы оскверняем память. И вот от этого становится по-настоящему страшным. То есть, ну, да, да. То есть смех должен очистить, но для того, чтобы он очистил, у меня... Моя идея заключалась в том, что, я повторяю, что реакция на Сталина и с той, и с другой стороны одинаково сильная. И со стороны условной, так сказать, оппозиции, и со стороны прогосударственных элементов. И что хочется уже, чтобы над ним посмеяться и забыть каким-то образом. Но нам этого не получается. И вот сейчас тоже про Чижикова мало кому смешно, потому что, на самом деле, даже вот мне самой сейчас уже не очень смешно было, потому что в любой абсурд можно поверить. И, в общем, какая разница, как его зовут, если он делает то, что он делает. Мы не готовы ещё над этим посмеяться. Это пока тяжело. Последний вопрос. Когда закончится Советский Союз, когда похоронен Сталина уже окончательно? Есть ответ на подобные? Или это философия? Это философия, как известно, это искусство умирать, как сказал один философ. Нет, ну погодите. Как мы поймём, что Советский Союз закончился? Ну вот, наверное, тогда, когда можно будет уже посмеяться над всем над этим совершенно спокойно. Никому за это ничего не будет. Ни внутри семьи, ни на государственном уровне. Покуда этого сделать нельзя. Причём, надо сказать, что сначала должна произойти десталинизация. Возможно, сначала должны запретить сталинскую символику, коммунистическую символику. Как, скажем, запрещены свастики в Германии. Что, на мой взгляд, неправильно, потому что свобода воли изъявления, свобода слова должна быть, свобода информации. Так вот, должны сначала запретить, а потом разрешить. Потому что должно всем стать всё равно. И как свастика должна стать просто солярным символом, так и пятиконечная звезда просто вот такой руной из прошлого. Когда про это можно будет снять фэнтези, тогда мы поймём, что всё похоронили. И проросли уже, наконец, цветы на могиле этого монстра. Но Советский Союз – это же огромная империя. Это огромный великан, который лежит сейчас и тухнет. То есть он не может умереть быстро. Пока вот это тело будет сожрано разложением, пройдёт очень много времени ещё, очень много будет очевидных смертей, процессов и так далее. Выхода газов и прочих неприятных вещей. Ну да, ну что, что там, некроз. Причём очевидно, что некроз кончается, если его не оперировать, всегда одинаково. Он кончается смертью в муках. Как там средневековая гангрена. Бывает сухая, бывает мокрая. Бывает, когда гниёт и плохо пахнет, а бывает, когда чернеет и отваливается. Но вот некоторым регионам повезло больше, они почернели и отвалились. Там есть свои проблемы, но они чувствуют себя, по крайней мере, отвалившимися кусками. А некоторые продолжают пузыриться и спускать нехорошие газы. Тут такая биологическая, анатомическая, медицинская аналогия, по-моему, очень подходит, очень отражает. Но империя любая распадается медленно. В конце концов, посмотрите на Римскую империю. Но она распадётся неизбежно. Не знаю, что мы ещё застанем. Мы и так застали очень много. Вообще фильм очень интересный. Если бы не сажали близких, не убивали каких-то чуть, может, более дальних, фильм был бы интересным. Кино-то интересное. Интересно, чем кончится. И понятно, что будет хэппи-энд. В том смысле, что оно закончится. Другое дело, то, что будет дальше, насколько оно будет симпатичнее и комфортабельнее для нас лично. Но оно будет другим. Это законная история. Так что в этом смысле хэппи-энд будет. Ну, надо просто, чтобы хватило попкорна. Запасёмся. Спасибо большое вам. Меня зовут Иван Священко. У нас в студии «Свободная Европа» в Молдове была Тата Гутмахер. До свидания и увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok